Всем доброе утро! Всем доброго времени суток, мои уважаемые женщины, мину и мои девочки! Всем всескорь привет! Ну что, Танечка, смело становись на лесы! Я не боюсь лесов, я же с ними дружу! Это мои друзья! Каждый день! Я не понимаю человека, который взвешивается один раз в неделю. Не понимаю! Он что, боится каждый день взвешиваться? Пиццу кушаем правильную! Запеканочки полезные тоже кушаем! Итого! Обалдеть! Не могу набрать 82 килограмма! Девочки, вы видите, а? Обалдеть! Вот так! Вот вам и сбалансированное питание! Ну что, все нормально! Главное, 82 не зашкаливает! Зал 82! Все хорошо! Продолжаем, девочки! Продолжаем в том же духе! Всем доброе утро! Всем физкульт-привет! Всем доброго времени суток! Мои уважаемые женщины, милые мои девочки! Всем физкульт-привет! Милые мои женщины, я на своей тропе удержания веса, на тропе здоровья! Выходите, занимайтесь, девочки! Снежок у нас в Кире! Нулевая температура! Скоро, конечно, будет жижи! По косточке, как говорят! Мокро будет! Нулевая температура! Ну, ничего не сделаем! Ловим момент! Поэтому я здесь! Занимаемся! Сейчас я камеру поверну! В ходьбе будем общаться! Будет веселее! И интереснее так будет! Темп не очень большой! Снежок! Чтоб так! Не поехать в сторону! Ну, общаемся, девочки! Я немножко наведу вам такие исторические факты о Николая Михайловича Моссове! Может быть, кто-то скажет, часто упоминаю эту личность, этого человека! От кого сейчас можно подзарядиться? От соседки, которая ноет! От этого ящика! Знаете, там же один фильм! Вечоры на хуторе близь диканьки! Убили, прибили, повисили! Все! Я моментально выключаю! С такими перлами на всю кухню, девочки! Вы поняли, о чем я? Да не дождетесь вы! И слушаю или Моссова, или Капицу! Умных людей слушаю! Я подзаряжаюсь от них, как от батареечка! Знаете, вот телефончик нужно ставить на подзарядочку! Вот так и я подзаряжаюсь! Только мне нужен человек! Сильнее меня! Намного мощный, чтобы был! Умный! Вот это подзарядка моя! А как же? Без этого нельзя! Но сейчас вам наведу такие интересные факты! Рассказывал Николай Михайлович Амосов о себе! 1962 год! Николай Михайлович Амосов едет со своими коллегами-медиками в Мексику на конгресс! И впервые встречает там аппарат искусственного кровообращения! Прилетев сюда, в Киев, моментально думает, как у себя сделать такой аппарат! Коллеги ему говорят, Коля, что ты придумал? Не потянет вот этот болт! Он говорит, как не потянет этот болт? Я же его взял от лифта-то! Вы поняли? От лифта взял болт на аппарат искусственного кровообращения! А? Какой разум! И потянул аппаратик! Потянул! Сколько этот болтик людей спас от лифта-то! Следующее! 1972 год! Амосов летит в Америку на конгресс на какой-то! И впервые встречается с клапанами! С искусственными клапанами для сердца! Понимает? У нас нету такого материала! В Америке покупает белую рубашку, режет ее на кусочки и делает с этих кусочков клапаны с этого нейлона, с белой рубашечки! Какой же разум светлый! Амосов же по образованию еще и кибернетик! Будучи студентом института кибернетики, он поступил в мединститут! С каким врачом сегодняшним можно сравнить вообще вот этот разум? Человек был бессеребренник! Под его кабинетом была поляна! Она называлась поляна Амосова! На этой поляне постоянно служащие собирали бутылочки коньяка, конвертики, коробочки конфет! Все прозенты валялись на этой поляне! Это была известная всем поляна Амосова! Она так и называлась! В 1962 году, в 1962, наш модельер Воронин подарил Амосову пальто удлиненное! Пола удлиненная была! Одел один раз это пальто, это рассказывал Николай Михайлович, я больше его не одел! Неудобно то при ходьбе, коленку мешает двигаться, не годится, я много хожу, мне это не нужно! Вот так! И он не одел это роскошное пальто! В 1960 году государство дарит машину, он ее не берет, не нужна мне то машина, нужно двигаться, нужно ходить! И человек не взял, не взял машину! Это возможно в сегодняшнее время? Нет, конечно! Николай Михайлович Амосов был не очень здоровый человек! У него в молодости был туберкулез, у него было профессиональное заболевание спондилез, это сращение позвонков! Он сам об этом рассказывал! Он говорил, я бы в очереди не мог просто я 20 минут, такие боли! Раскалывалась голова, спина трещала, а на операции стоял, программировал себя так! Вы вообще представляете? А тут колено, артроз, я не могу ходить! Спина, спондилез, сращение позвонков! И человек работал! Еще как работал! Он очень строгий был в работе, его боялись как огня! Он мог бить хирурга по рукам во время операции, ты что делаешь? Мол, ты что делаешь? Или под столом, ногой мог его стукнуть! Правильно делал! Вот так учат! Вот так! Лозина должна быть в руках! Умница просто! Великий гений! Как-то во время операции прикрикнул на свою молодую медсестру, а та разрыдалась, а девчонка! Амосову доложили, там Маша плакала, так и так! Амосов рассказывает, я ночь что не спал, думал, чем-то я убедил эту девчонку! Слышите, довела! Гения, хирурга! До того, что человек не спал ночь, а ему что на операцию нужно идти, концертик устроила! Он приходит, ординаторское собрание, собирает весь коллектив, полностью весь персонал, а там же и доктора наук, и кандидаты, и доценты, и медсестры, и врачи, и при всех! Маш, подойди-ка ты сюда! А это Маша рассказывает, уже будущим взрослым человеком, говорит, я встаю и думаю, ну все, крышка мне! А он при всех! Маш, вчера-то была сложная операция, прости ты меня, дурака-то старого! А? У меня мурашки идут! Это гений при всех! Прости ты меня, дурака-то старого! А? Кто сейчас так может сказать? Кто может сказать? Да сейчас, в лучшем случае, проехали! Ну все, хватит! Это великий хирург, хирург мира! У медсестры попросил прощения, да как еще! Старым дураком себя обозвал! Какая мощь! Какая духовная сила! Великий! Великий! Гений! А какой простой и человечный! Вот это моя подзарядка! Вот я подзаряжаюсь, как телефончик мы подзаряжаем, ставим на подзарядочку! Вот я подзаряжаюсь всегда вот такими людьми! Вот это моя подзарядка! От кого сегодня можно подзарядиться? От соседки, которая ноет, я уже повторялась! От кого? От блогера, который не может похудеть? У которого плата? Мне не интересен этот человек! От кого? От ящика? Убили, прибыли, повесили! Да не хочу это слушать! Никогда! Вот это моя подзарядка! Я Николая Михайловича Амосова встретила один раз в жизни! Он бегал в ботаническом парке у нас в Киве! Мне было лет 20 тогда! Это большое счастье для меня было, конечно! Я всем рассказывала! Маленький, щупленький, как сегодня помню! И беленькие макосины на нем были одеты! Или кроссовочки тканевые, белые! Ну все, милые мои! Тропа удержания веса взята! Домой! Гоу! Встретимся у меня дома уже! Любите себя! Занимайтесь собой! Учимся у великих! Милые мои женщины! Милые мои девочки! Мы сейчас с вами будем готовить тыквенно-фруктовую запеканку! Очень вкусная запеканка! Откуда у меня этот рецепт? Лет 10 назад я иду на работу и покупаю газету сегодня! Последняя страничка, рубрика «Кулинария». Поэтому газета и покупалась! Прихожу домой! Красивый развяз торта на фотографии! И рецепт! По дороге покупаю продукты и готовлю тыквенно-фруктовую запеканку! Утром приношу на работу! Угощаю! Одна барышня, Валюшенька, говорит мне Танечка, откуда у вас этот рецепт? Я говорю, газета сегодня, рубрика «Кулинария». Вкусная, правда? Она говорит, обалденно вкусная! Принесите мне эту газетку! Я приношу газету! Она мне показывает! А теперь читайте! Ресторан «Гарбуз» на Подоле у нас, исторический район Киева, ресторан, там находится «Гарбуз» на украинском, на русском «Тыква». Повар такой-то, ее муж. Ее муж придумал этот рецепт. Вот так, девочки! Поэтому достойный рецепт, он находится у меня в этом блокноте. Вот так! Готовим сейчас фруктово-тыквенную запеканку. Вам она всем понравится! И вот когда я угощаю этой фруктовой запеканкой человека, я всегда спрашиваю, вот скажи мне, что ты чувствуешь? Что здесь есть? Какие фрукты? Какие продукты? Никто никогда не говорил мне, что чувствует тыкву. Первое. Курага. Да, курага есть. Что еще? Печеное яблоко. Есть. А тыкву никто не называл. Здесь будет цедра лимона и запаха тыквы. Вкуса этого не будет совершенно. Поэтому, если где-то кто-то к тыкве относится с вопросиком, я вам даю честное слово, вы не будете ее чувствовать. Советую, готовьте. Очень вкусно. Всем понравится. И вот продукты. Какие нам нужны? Тыква. Грамм 700. Я даже не взвешиваю свою. Кожура срежется, будет меньше. Я уже все на глаз, девочки. Ну, красивая у меня такая тыква. Яркая-яркая, красная. Режется кусочками. Не такие, как на оливье, покрупнее. Но кусочки должны быть маленькие. Три яблока очищаем. Тоже режем небольшими кусочками. Три яйца взбиваем. Я всегда взбиваю отдельно. Белок от желтка. Добавляется сахар по рецепту. По вкусу. Я не буду добавлять сахар. Я добавлю ванильный сахар. Два пакета. Яблоки сладкие, курага сладко, изюм. А для семьи с сахаром. Взбивайте яйца с сахаром. Обязательно цедра лимон должна быть. Обязательно. Обязательно добавляется сухофрукт. 100 грамм кураги, 100 грамм изюма. Курага режется соломочкой. Немножко нужно кипяточком промыть. Вот это все продукты. Но нужно еще соединить это все. Нужна мука. У нас без муки. По рецепту идет манка. 7 ложек манки. Я альтернативу маночке нашла отруби. Финский нордик. Если кто-то будет готовить с манкой на здоровье, вы всю запеканку сами не скушайте. Ваши дети съедят, внуки ваши, ваши домашние. Это будет очень вкусный фруктовый пирог. Можете готовить сразу с манкой. А потом будете решать на следующий раз отруби или манка. Я советую, готовьте. Но я буду делать с отрубями. Все, девочки, сейчас я начинаю работу. Тыкву режу и провариваю. Не в кашу, чтобы были целенькие кусочки. Она же будет еще запекаться у нас. Провариваю. Немножко воды, немножко молока. Ну все, приступаю к работе. Взвесила тыкву. 500 грамм. Небольшие кусочки. Вот, небольшие кусочки. Все, провариваем. Тыковка проварилась. Кусочки целенькие. Не разварилась тыква. На дуршлаг обязательно. Сухенькую тыкву в миску. Ты яблоко кусочками порезала, без кожуры. Курага пополам. Здесь изюм. Все пропарено. Цедра, лимон обязательно. Три яйца взбито. Миксером. Можно сахаром. У меня два пакетика ванильного сахара. И цедра, лимон. Сейчас немножко отруби разойдутся. У меня здесь отруби. Вообще по рецепту нужно 7 ложек столовых манки. Но маночку тоже нужно подождать, чтобы она разошлась немножко. Кто будет с маночкой делать, то маночка тоже должна разойтись. Минут 10. У меня отруби. Я думаю, будет неплохо с отрубями тоже. Сейчас все опущу сюда в форму. У меня форма 22 сантиметра. Снизу пергамент. Сливочное масло снизу и бока. Как обычно. Разъемная форма. Сейчас сюда все опущу. И в духовочку на 180 градусов минут 40. Девочки, будет вкуснятина. Отправляем в духовочку на минут 40. Так, наша фруктовая запеканочка почти готова. Сверху нужно смазать сметанкой или йогуртом. У меня йогурт домашний. Вот здесь я опускаю немножко йогурта. Грязно будет сейчас, некрасиво. Но, простите, одной рукой неудобно. И нужно размазать вот так. Вот все обильненько так размазать. По всей нашей запеканочке. И опять в духовочку буквально. На 3 минутки. Не будет у нас корочки твердой. Ой, девочки, смотрите. Может немножко у меня где-то неаккуратно. Вы уже простите, одной рукой неудобно. У меня был весь процесс, девочки. Как я все кусочки опускала отдельно. Как цедру лимон не опускала. Я ж такой оператор. Пальчиком нажала и убрала. Ну, вы уже поймете. Как бы стараюсь так объяснить доступно. Ну, все. Вот это мы сейчас опять в духовочку. Буквально на 3 минутки. Сейчас поправлю немножко ложечкой. На 3 минутки. Запеканка готова уже. Запеканочка на столе, девочки. Запеканка шедевральная. Милые мои женщины, шедевральная. Без муки, без манки. Для нас, тройнеющих и для людей с проблемами ЖКТ, это просто рецепт находка. Все запеченное. Вот я сейчас приподниму тарелочку и покажу вам в разрезе. Вот, пожалуйста. Как хорошо держится запеканочка. Муки нету, манки нету, отруби. Отруби понижают гликемический индекс того продукта, который находится в тарелке. А у нас здесь фрукты. Вот отруби и будут понижать гликемический индекс сухофруктов и наших фруктов. Вот такая прелесть. Вот такая польза. Так что советую, делайте, вам всем понравится. Милые мои женщины, но сразу скажу. Мы привыкли с вами к сахару. У меня нету сахара. Девочки, нету сахара. Поэтому добавьте сахар. Добавьте сахар, будут кушать домашние, будут кушать ваши детки. Добавьте сахар. Советую. Всем делайте. У всех получится. Я же вам плохого не посоветую. Готовьте. Всем приятного аппетита. Милые мои женщины, кому понравилось мое видео, не забудьте поднять пальчик вверх. Подписывайтесь на мой канал. И нам с вами, девочки, будет очень нескучно. До встречи. Любите себя. Любите себя. Любите себя. Продолжение следует...